Центральная городская библиотека имени Калашникова находится в здании торговой лавки усадьбы Мостовского, построенного еще в конце 19 века. Здание вошло в программу по подготовке к 350-летию Улан-Удэ. На его реконструкцию выделено 89 миллионов рублей. Внешний фасад здания практически не изменится, а вот внутри библиотеку реконструируют полностью, причем в духе 19 века. Стену, которая находится слева от меня, полностью снесут. На ее место возведут лестницу, ведущую на второй этаж гостиный зал, где будут проходить различные выставки. Но это лишь малая часть того, что изменится в библиотеке. Здесь вновь появится пристрой, который когда-то сгорел. Там будет располагаться актовый зал и администрация библиотеки. В самом здании поставят новую мебель, стилизованную под стрину. Читальный зал объединят с абонементом. Это будет единый зал обслуживания. Сделают пандусы и даже отдельные кабинки для посетителей. Кабинки, где человек может закрыться, и он будет в своем личном пространстве, и никто ему не будет мешать. Он сам включит ноутбук или какой-нибудь планшет и может наслаждаться музыкой или просмотром фильма. Она будет в форме яйца, можно сказать. И будет маленькое окошко, где он будет сидеть, как будто в своем личном пространстве. Появится у библиотеки новый конференц-зал, вмещающий более ста человек. Следующий объект, вошедший в программу, городской культурный центр. Памятник архитектуры регионального значения. Сохранить главный зал здания, его театральную часть, руководство центра старается уже более 14 лет. К 350-летию решено полностью реконструировать дворец культуры, некогда принадлежащий ЛВРЗ. На ремонт этого объекта выделено 868 миллионов рублей. Главная особенность проекта в том, что у здания появится цокольный этаж. В этом плане появляется 2500 дополнительных площадей. Это хореографический зал для занятия современной хореографией. Это зал для оркестра и хора. В связи с тем, что у нас есть еще и муниципальные коллективы, это духовой оркестр. И ансамбль «Забава» базируется тоже у нас, это является у них репетиционной базой. Буфет, фойе, гардеробы тоже будут располагаться в подземной части здания. Вот так будет выглядеть обновленный дворец культуры. Полностью отремонтируют и главный зал центра. Этот концертный зал вмещает тысячу зрителей, 700 мест внизу и 300 на балконе. Вся лепнина и даже люстра останутся прежними, их лишь восстановят. Однако по задумке руководства зал трансформирует, его осовременят. Часть мест, находящихся в зоне портера, будет превращаться в ровную площадку, уходя прямо в пол. Все это делается для того, чтобы увеличить, например, ту же сцену или привлечь зрителей в качестве участников представления. Культурные объекты должны быть готовыми к 2016 году. Дарья Белоусова, Блад Бадмаев, Новости дня. Субтитры создавал DimaTorzok